Лекция на тему иммунологические, гормональные и сирологические методы исследования. Иммунологические и сирологические исследования происходят от латинского Serum, сыворотка и Logos учения, методы изучения определенных антител сыворотки в крови больных, выявления антигенов микроорганизмов или тканей с целью их идентификации, основанные на реакциях иммунитета. На данном слайде представлено строение антител, а именно иммуноглобулинов, которые имеют тяжелую цепь, а также легкую цепь. В основе иммунологических реакций лежит специфическое взаимодействие антигена с антителом. Варианты иммунологических реакций могут быть прямые, которые основаны на взаимодействии антиген с антителом, аггггалиенция, прецепитация, опосредованное реакции или непрямые взаимодействия антигена и антитела через посредника, реакция непрямой гемоггггалутинации, реакция связывания комплимента, реакции с использованием меченных антител или антигенов, иммуноферментный радиоиммунный анализ и метод флёрсия циррующих антител, Реакция непрямой гемогглюцинации РНГА – это метод обнаружения и идентификации антигенов или антител, основанных на возникающем в их присутствии феномине агглюцинации эритроцитов, на поверхности которых были предварительно адсобированы соответствующие специфические антитела или антигены. Отличается большей чувствительностью и специфичностью. Антигены, антитела и эритроциты – это нагруженные эритроциты. Нагруженные эритроциты плюс иммунная сыворотка – это у нас дает положительную реакцию в виде зонтика и отрицательную реакцию, если у нас идет реакция по форме пуговки. РНГА в иммунологическом площадке на выявление HBS антигена. Как вы видите, тут имеются и результаты в виде зонтиков и в виде пуговиц. Реакция латекса агглюцинации – РЛА. Как мы знаем, частицы латекса, покрытые именно глобулина G человека, они могут входить в реакцию с сывороткой с высоким содержанием ревматоидного фактора именно глобулина M и глобулина C. И агглюцинация происходит при добавлении сыворотки, разведенной более чем 80 раз. Частитель латекса – это искусственные эритроциты, используют в качестве носителя антигена. Ревматоидный фактор – это ауто-антитела антиимноглобулин G к фи-си-прагменту имноглобулина G, относящийся к классу имноглобулина M. В сыворотке ревматоидный фактор обычно присутствует в виде комплекса с имноглобулином G. В высоком титре ревматоидный фактор выявляется в крови у 80% больных с тяжелым прогрессирующим ревматоидным артритом. Схема реакции коагглюцинации. Как вы видите, на примере стафилокока представлены вам данные схемы реакции коагглюцинации. Иммунофлюресцентный метод Кунса. Антиген и антитела образуют светящийся комплекс. И, исходя из этой способности, у нас идет принцип работы иммунофлюресцентного метода. Иммунофлюресцентный анализ метод Кунса или реакции иммунофлюресцентной РИФ бывает двух видов. Прямого и непрямого. Прямой иммунофлюресцентующий антитела плюс исследуемые антигены. Они создают светящийся комплекс. А при непрямом иммунофлюресцентном анализе универсальная флюресцентная сыворотка плюс к этому специфические антитела и плюс исследуемые антигены образуют светящийся комплекс. И результаты вы можете увидеть в таком виде иммунофлюресцентный анализ, где антигены и антитела комплексы образовали светящийся комплекс. Тут представлены механизмы положительного и отрицательного образца. Например, на первом рисунке сверху вы можете увидеть реагенты, которыми он пользуется. Это неизвестный образец, который закрепляется на пленке, может содержать искомые антигены. При положительном образце антигены присутствуют на пленке, а при отрицательном образце антигены отсутствуют на пленке. Также, меченные флюресцентным антитела к искомому антигену дается время для протекания реакции связывания, и несвязывающиеся антитела смываются. И на данном слайде дана схема, как это работает. Процедуры наблюдения под флюресцентным микроскопом результаты могут быть положительными и отрицательными. Положительные, когда мы видим зеленую флюресценцию, а отрицательное отсутствие в общей флюресценции. Иммуноферментный анализ содержания набора у нас имеется в составе промывоченный раствор, буфер для разведения коньюгата, стоп-раствор, субстрат, а также имеется коньюгат и обязательно положительные и отрицательные контроли и стрепированный микропланшет, который в составе имеет 96 лунок. Иммунологические планшеты, используемые для постановки ИФА, имеют вот в таком виде, который в одном планшете имеется 96 лунок. Гормоны – это высокоактивные биологические вещества, имеющие органические происхождения. Они синтезируются различными железами внутренней секреции, а затем поступают в кровь. Гормоны регулируют физиологические функции организма – обмен веществ, рост, развитие пищеварения, реакцию на изменения внешней среды. Поэтому их баланс очень важен. Ухудшение общего самочувствия, нестабильное эмоциональное состояние, резкое увеличение или снижение массы тела, упадок сил, расстройство сексуальных функций у мужчин и нарушение менструального цикла у женщин – это серьезный повод для того, чтобы сдать кровь на анализ гормонов. Мы знаем, у нас есть внешние и внутренние сигналы, которые могут действовать на центральную нервную систему, гипоталамус, а также гипофиз, а потом сигналы идут на эндокринные железа и, конечно же, после этого действуют на клетки-мишени. Все анализы на гормоны следует сдавать утром натоща, накануне отказаться от употребления алкоголя, избегать эмоциональных и физических нагрузок, перед забором крови воздержаться от курения. Женщинам рекомендуется сдавать кровь на 5-8 день менструального цикла. Анализ на гормоны при дисфункции щитовидной железы. Расстройство работы щитовидной железы, как правило, не имеет ярко выраженных симптомов. Отклонение от нормы часто обнаруживается при прохождении УЗИ. В этом случае эндокринолог направляет на анализ ряда гормонов, в том числе которых тиреотропный ТТГ, общий Т3 и Т4, анализ на антитела к тиреоглобулину и к тиреоидной пероксидазе. Показатель нормы выглядит следующим образом, который представлен на данном слайде. Подготовка к исследованию половых гормонов. Расчет с цикла, как известно, начинается с начала менструации. Первый день месячных является и первым днем менструального цикла. Если женщина при обращении к врачу не помнит дату последних менструаций, то врач назначает ей прием на ближайшее новое начало цикла. После этого происходит процедура сдачи крови в таком порядке. Третий, пятый день цикла сдается кровь для исследования уровня фолликолостимулирующего гормона и лютинизирующего гормона, а также пролоксина. Восьмой, десятый день цикла – это наиболее удобный момент для определения уровня тестостерона и его предшественника – дегидроэпиандростеронсульфата. Двадцатый и двадцать первый, двадцать второй день – это исследуется количество прогестерона и эстрадиола. Существует и другой подход к определению нормального уровня каждого гормона. По фазе менструального цикла, согласно этому методу, для каждого биологически активного вещества существует отдельно как минимум шесть показателей нормы по фазам цикла для яичника и других факторов. Фолликулярная фаза, овуляторная фаза, лютеиновая фаза, уровень гормонов при использовании оральных контрацептивов, а также количество биологически активных веществ к постменопаузе. Когда рекомендуется анализ на половые гормоны? Тогда как, если наблюдается невынашивание беременности, выкидыши, самопроизвольные аборты, нарушение протекания беременности, нерегуральный менструальный цикл и болезненные или обильные месячные, а также при отсутствии аминарии, при неприятных ощущениях в молочных железах, болях, поделениях, нарушении уплотнения в груди, нарушение роста волос, облысения, либо же наоборот сильный рост волос и оволосление по мужскому типу у женщин. Повышение массы тела, особенно не обусловленным питанием или образом жизни, может быть симптомом различных эндокринных заболеваний, в том числе и репродуктивных нарушений. Снижение лебедо, расстройства в интимной сфере, половые перверсии, при лечении различных заболеваний при помощи гормональных препаратов. Содержание показателей гормонов представлено на данном слайде в зависимости от различий полов. Тут представлена норма для мужчин и норма для женщин. Спасибо за внимание.